Ежегодно в Молдове у 10 тысяч человек регистрируют инсульт. Более трех тысяч умирают от этого недуга. Наша страна в числе лидеров на мировом уровне по заболеваемости инсультом. Такие данные побудила наша власть запустить информационную кампанию. И стартовала она аккуратно во Всемирный день борьбы с инсультом. Клавдия Лейник одна из тех, кто недавно перенесла инсульт. Женщина поведала нам, через что ей пришлось пройти неделю назад. 24 октября я почувствовала головную боль, руки и ноги плохо двигались, не чувствовала языка во рту. Сказала своей невестке Татьяне, что не зная, что со мной происходит. К счастью, рядом женщина и были ее родные, которые сразу вызвали неотложку. Пациентку доставили в институт скорой медпомощи. Пошевелить левой стороной тела ей практически не давалось. Меня успели прооперировать. Врачи удалили два тромба с головы. Когда операция уже была позади и меня везли по коридору, я поблагодарила медиков. Обращаясь ко всему населению Молдовы, если у вас небольшое головокружение, дрожит голос, ноги и руки не двигаются, немедленно вызывайте скорую помощь. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Женщина полностью выздоровела и только благодаря тому, что вовремя попала в больницу. Говорят, врачи. Все завершилось хорошо, благодаря тому, что пациентка вовремя обратилась к врачам. Точнее, ее сын позвонил в 112, как только заметил симптомы. Ее доставили в больницу в течение первых двух часов с момента появления симптомов. Как она себя чувствует сейчас? После тромболизиса она почти полностью выздоровела. Движение в правом полушарии восстанавливается, а это означает, что случай успешный. Симптомы, характерные для инсульта, сопровождаются симметрией лица, невнятной речью и слабостью в руке. Распознавание этих признаков и немедленный вызов службы 112 могут спасти жизни. В этом контексте Министерство здравоохранения и Швейцарское бюро сотрудничества запустил информационную кампанию, направленную на тут, чтобы помочь населению распознать ранние признаки инсульта. По официальным данным, более 30% пациентов, перенесших инсульт, нуждаются в длительном уходе, если не получают помощь вовремя. В последнее время инсульты регистрируют и среди молодого населения, утверждает министр здравоохранения. А к 30-му году он может стать основной причиной смерти. Инсульт значительно помолодел во всем мире. Сегодня он поражает не только пожилых людей, но и людей трудоспособного возраста. Регистрируются случаи как среди молодежи, так и среди детей. Мы должны быть очень внимательными к этой эпидемии 21 века и относиться к ней очень серьезно. За последние два года в Молдове была создана национальная сеть центров лечения инсульта. В районах больниц страны открыто 13 таких учреждений, оснащенных компьютерными томографами, телемедицинскими устройствами и так далее. Эти центры способствовали значительному сокращению времени от появления симптомов до госпитализации пациентов. За последние 9 месяцев в медпомощь получили более 7 тысяч человек с подозрением на инсульт. Стоимость этого проекта составила 200 миллионов леев.